Здравствуйте, уважаемые садоводы! В эфире садовая студия «Сияние» и мы ее ведущие. Наталья Иванцова, город Новосибирск. Татьяна Григорьевичева, город Барнаул. И я, Елена Лекомцева, город Красноярск. Сегодня мы обсуждаем несколько тем, как увеличить урожайность перцев, как приготовить универсальную приправу для любых блюд, а также побываем в немецком питомнике «Кордов». Татьяна, я знаю, что ты умеешь выращивать перцы, и у тебя получается очень хороший урожай. А также я знаю, что так было не всегда. Расскажи, пожалуйста, что тебе помогло увеличить урожайность перцев? Да, это верно, так было не всегда. Когда мы приобрели садовый участок, естественно, начали выращивать разные растения, покупать различную рассаду, ну и какой же огород без перцев. Конечно, перцы мы стали покупать и выращивать сразу. И в течение двух-трех лет они у нас совершенно не получались. Мы рассаду причем пытались и покупную, и самостоятельно выращивали, и ни в какую. Со всей грядки, ну грядка приличная, грядки приличные, разных размеров были. У нас всего более-менее нормального размера получалось один-два плода, и то совершенно несъедобные. То есть болгарский перец был горьким на вкус, то есть не вот этим острым, приятным, а горечь такая, ну может быть, знаете, да? То есть перец не достигал еще даже технической своей зрелости, это было к концу лета, уже к осени. И так как усилий всегда тратилось много, то есть деньги на рассаду, усилия на уход и место на огороде, а результата не было совершенно, мы решили отказаться от выращивания этой культуры, потому что у нас перцы не росли совершенно. Как некоторые садоводы говорят, ну это не моя культура, да? Бывает такое мнение. И мы поняли, что перцы это не наши, и выращивать больше не будем. И по счастливому стечению обстоятельств в эту зиму я познакомилась с природным земледелием и с теплыми грядками. Я увидела на фотографиях урожаи, которые у садоводов благодаря этим методам получаются, в том числе и перцев, так как я знаю, что перцы у меня вообще не растут. Я решила попробовать еще раз. Вырастила рассаду по методике предложенной, и я подумала, если не получится, выброшу, мне не привыкать, ничего страшного. Сделала теплую грядку и посадила перцы. И к нашему великому удивлению, в этот год у нас был такой урожай перцев, кусты просто ломились. Первый же год, когда мы стали пробовать, причем я посадила всего лишь 10 кустов разных сортов, и все показывали себя совершенно одинаково. То есть это не от сорта зависит, как иногда садоводы спрашивают, а какой сорт там самый такой урожайный. Я поняла, что это дело не в сорте. И все сорта у меня стали, о чудо, прям поспевать сразу на грядке. Результаты вообще впечатляют. Там в такой очень, не очень хорошей, потрескавшейся, и здесь, ну просто удивительно. Да, и мы стали собирать урожай уже практически большую часть перцев, не то что в технической, но в своей биологической сделости. То есть они разных цветов, они были все сочные, толстые, стеночки, очень вкусные, сладкие, поспевают сразу на грядке. Таня, не верится, что это вообще вот один и тот же человек, который выращивает и так, и здесь. За какое время удалось приобрести такой опыт? За один год. Я же говорю сразу, я только вот теорию узнала, решила попробовать еще раз, не получится, ну и ладно. И у меня тут же получилось, в этот же год. Да, и теперь из года в год у меня вот такие урожаи перцев, мы собираем ведрами, корзинами, и да, они не все бывают, вызревают, но большая часть, видите, вот, большая часть. Уже на тот вопрос, проще купить на рынке, ну что там, купил слетку перцев болгарских? Нет, нет, это даже в сравнении не идет с покупными на рынке. Наши дети, они с таким удовольствием, они прям срывают с грядки, тут же едят, и вообще вкусно, сочно. И вот такие урожаи, то есть вот ведрами, и действительно все ведро абсолютно красных перцев, это не одно ведро, мне просто не войдет, да, в руки больше. Как я делаю теплую грядку? То есть я выращиваю на теплых грядках, и только в теплой грядке у меня стали получаться такие урожаи. Я вынимаю грунт из грядки, не глубоко, буквально на штык лопаты, сантиметров 20, закладываю различной органикой, делаю грядку и осенью, и весной, результат всегда меня радует, осенью может быть побольше времени, попроще это сделать, и органики больше, чем весной. Таня, какую органику больше, ну вот, используешь, что ложишь в грядку? Вот то, что есть. Если это осень, это будет и зеленая органика, потому что много растительных остатков, и травы скошены, и, например, вот это весна, здесь больше сухой органики, это остатки бархатцев, сена, солома, это мульча с остальных грядок, я все сразу в теплую грядку складываю. Я использую листовой опад, мы собираем все листья в детских садах, во дворах, например, там дворники собирают, в мешки мы это все вывозим на дачу. Органики очень много, ее всегда хватает на теплой грядке. Укладываю теплую грядку, вот такой органик, обязательно уплотняю, как можно лучше, притаптываю и хорошо проливаю со шланга, с леек, пересыпаю препаратом сияние 3, обязательно, для того, чтобы органика быстро перерабатывалась, и выделяется при этом тепло, что перцам нужно, и получается много питания. Для облегчения того, чтобы делать лунки, так как в органику саму я не сажаю, я сажаю в лунки с грунтом питательным, я сразу ставлю такие меточки, раньше это были бутылки по 6 литров, но я поняла, что это маловато, сейчас я использую ведра на 8, а лучше 10 литров, потом я это ведерко вынимаю, он уже полный грунтом, вот так высыпаю, лунка готова, ставлю меточку, и сверху засыпаю вот тем грунтом, который я вынула, рядом с грядкой лежит, но не весь грунт возвращаю, а буквально присыпаю совершенно чуть-чуть, может быть 2 см, ну сколько получается, и когда я проливаю эту грядку, то есть она влажная, хорошая, я ее обязательно накрываю укрывным материалом в 2 слоя, в 3 слоя, чтобы не пересыхало, это можно пленкой, картоном, руберу, ну что есть, рубероид и так далее, на пару-тройку недель с весны, если грядка у меня приготовлена с осени, то я в ней делаю отверстие, каким-то колышком тяжелым, засыпаю туда сияние 3 сверху, могу пролить еще раствором сияние 1, также проливаю все водичкой, и тоже накрываю на эти же 2-3 недели. А когда высаживаешь, то есть время высаживания, как ты определяешь? Когда пора высаживать перцы, когда заканчиваются возвратные заморозки, примерно это у нас начало июня, то есть у меня сначала идет на высадку другая рассада, томаты, и более такое устойчивое, а перцы, баклажаны, так как самые теплолюбивые культуры, я их высаживаю в последнюю очередь. И вот эти 2 грядочки, одна приготовленная для перца, вторая для баклажанов на огородике. Пожалуйста, вот на одной из этих грядков в этот же год урожай вот этих перцев. Вот такой. Поэтому каждый год у нас теперь уже растут перцы, мы всегда с хорошим урожаем, и причем не нужно сажать для меня 70 кустов, 50 кустов, но вот для еды 20 кустов, это тот самый максимум и оптимальный, когда можно и заготовить на всю зиму разными способами, и наесться летом, все лето есть из грядок и в салатах, и родителям дать на зиму также. У меня тоже есть опыт выращивания в теплых грядках, перцы у меня получается достаточно давно, и так как я бесконечно экспериментирую, я в этом году снова решила поэкспериментировать и посмотреть, действительно ли теплая грядка дает такие результаты, либо может какие-то другие факторы. У меня появился новый участок земли, там вообще никогда не росли овощные культуры, земля свежая, отдохнувшая, я еще туда добавила перегноя в каждую лунку, ну сколько, ну по пол ведра садовода добавляют, я даже чуточку побольше, но думаю урожаем перцев завалюсь, но вот земля отдыхала на новом месте, взяла одинаковую рассаду для чистоты эксперимента, посмотрела, вы знаете, так было плачевно смотреть, то есть я с таким ожиданием ждала, что там вырастут перцы, рассада была просто великолепная, сорта крупноплодная, я была просто разочарована. Два-три перчика, они не спели особо, то есть не наливались, то есть вот так вот к концу сезона два-три перца, то есть времени я потратила даже больше, я там еще рыхлила, поливала больше, потому что на теплых грядках это все росло быстрее, в то же самое время на теплых грядках вот такой был результат. Вообще шикарно. Ну вот представьте, для меня было подходить вот к этим перцам, было просто в удовольствие. Я взяла для сравнения, выкопала с того участка перец, принесла и посмотрела вот рядышком разницу. Посмотрите, там листья заворачиваются лодочкой, там перец тоже покраснел один, но эти перцы были просто удивительны. Посмотрите, вот здесь вот рядышком стоит перец с нами, это тот же, который я выкопала из грунта в горшок, для того, чтобы посмотреть, насколько они долго будут расти, ну и хочу в зиму его еще оставить. И здесь, кстати, очень хорошо видно по листве, по цвету. Здесь она бледная такая, даже желтоватого оттенка, и сочный зеленый, это говорит о том, что где желтый, светлый лист, там явно не хватает питания. Явно питания не хватает. Ну и естественный результат по урожаю. Если растению всегда все хорошо, то у него будет зеленый, насыщенный цвет листа. А посмотрите, сколько здесь самих перцев. Количество. Количество перцев. И какого они качества. Они толще, они блестящие. Я не смогла устоять. Я выкопала все перцы, посадила в горшки. И вот этот маленький, с таким... Здесь еле-еле в эти горшки вошла корневая система. А там вот корневая система чуть больше того 9... Горшочек 9, вот этот 9 на 9, и корневая чуть-чуть больше выросла. Какой корешок такой растет. То есть она даже не развелась и корни не пошли дальше в грудь. Не пошли, а зачем они пойдут в плотную почву? А здесь вот огромная-огромная корневая система. Естественно, корневая система кормит. Вот такой результат. Мне очень понравилось, поэтому я всегда буду выращивать перцы в теплых грядках. Рекомендуем всем садоводам выращивать в теплых грядках, потому что уже ни один эксперимент показывает, что за те же труды, а то и за большие труды, получаешь вот такой вот никакой урожай. Хотя можно получать несколько раз больше. Вы знаете, вот такой эксперимент, проведенный, Наташа, с тобой, очень полезен даже для нас. Когда мы или другие садоводы несколько лет подряд выращивают на теплых грядках с применением другой агротехники, повышающей урожайность, то создается впечатление, что это норма, так и должно быть. И вроде как, зачем столько трудов тратить, органику искать, эту теплую грядку делать, потому что они и так у меня хорошо растут. И когда, если бы мы посадили в обычную почву с добавлением в луночки, перегноя, что-то, еще чего-то питательного, сразу видна разница колоссальная. То есть это никакая не случайность, и не растут они просто так, сами по себе, по крайней мере, в нашем регионе. Вот эти условия, теплая грядка, в том числе. У нас с вами не Средиземноморье, не Индия, где там всегда. В общем, рекомендуем и вам провести такой эксперимент. Я не исключение, конечно же. Я тоже выращиваю перцы на теплых грядках. И что мне нравится, что на теплых грядках перцы хорошо растут и в теплице, и на улице. То есть независимо от того, где высадили их, они растут хорошо. Вот. И я хочу рассказать еще. То есть теплые грядки это хороший, главный, наверное, фактор, такой один из главных факторов повышения урожайности перцев. Но я хочу рассказать еще два фактора, которые увеличивают урожайность перцев, и которых я узнала совершенно случайно, ну как бы из случайного своего и родительского опыта. Дело в том, что у нас такая история. Перцы я тоже выращивала все время. И тоже они у меня практически не доходили до биологической спелости. Вообще никогда, чтобы краснели. Ну, до технической спелости иногда, так скажем. И первый раз получился у меня очень хороший урожай совершенно случайно. По какой причине? Мы в нашей теплице установили капельный полив. Для того, чтобы облегчить себе труд, муж установил ленту капельного полива. И так получилось, что я уехала из города в командировку. И две недели он занимался на хозяйстве. В теплице у нас росли в основном томаты, немножко перцев. И я наказала поливать регулярно томаты. В общем, муж у меня поливал так ответственно, что он практически ленту капельного полива не отключал. И у нас бочка 800 литров практически вся вытекала в теплицу. Когда я приехала, я была поражена тем, что у нас был просто лес густой. У нас томаты там бушевали, настолько много влаги, что они росли там в удовольствие свое. Как в джунглях. Как в джунглях было натурально. Даже запах, мне кажется, такой стоял, влажный воздух. Я немножко подрастроилась, потому что томаты нам пришлось там хорошо резать, их посынковать, прям обрезать, чтобы урожай получить. Но зато меня поразили просто перцы. Им настолько понравился вот этот вот полив без отключения практически. Мы получили вот при таком поливе самый роскошный урожай. То есть это тот урожай, который... Во-первых, это было перцев настолько много, огромное количество, мне казалось. Они все поспели прямо на кустах. И самое главное, что я заметила, и что меня поразило, потому что даже если мы покупаем перцы, или нас угощают там кто-то перцами, они долго не хранятся. То есть они быстро вянут, они не теряются. Это не томаты. Да. Они быстро как бы вянут. Но эти перцы у меня месяц лежали, сочи, даже больше месяца. Они напитались водой. Напитались влагой так, они хрустели, они сок бежал. И они настолько были плотные и твердые вот такие, что вот это меня больше всего прямо вот поразило. Даже, конечно, и урожаем я впечатлена, но я не ожидала, что они еще и хранятся. Мы их ели в свежем виде больше месяца. Вот для меня это был прям вот фактор такой. С тех пор я точно знаю, что перцы просто обожают полив. Особенно полив во время наливания, когда появляются плоды и наливаются плоды. В период биологической, когда они начинают зреть, обязательно нужна влага. Причем я думаю, что, как садоводы говорят, я хорошо поливаю, я приезжаю, грядку проливаю. Но здесь еще может ключевой момент, что не столько много воды единовременно, сколько постоянно, равномерно. Капельный полив в этом очень хорошо выручают. У меня на всех грядках капельный полив. Поэтому вот этот вот момент, как бы ключевой такой тоже в хорошем урожае перцев. И второй момент, который я отметила для себя, он случился на участке у моей мамы. Она у нас высаживала один сорт перца в перечнике. То есть была специальная грядка, перечник, где много света и растут перцы. И несколько рассадового, вот у нее осталось. Она не знала, куда их воткнуть. Обычно же садоводы не хотят ничего выбрасывать. Что-то куда-то надо пристроить. И она пристроила это в тепличку к своим томатам. Вот на фотографии томаты. И между ними прямо видно, вот такие длинные высокие перцы растут. Росли перцы там хорошо. То есть бесспорно, они развивались, вытянулись. Да, там тепло, все хорошо, питание для томатов, все, что кормили. Но урожая там не было. То есть в борьбе за свет перцы вытянулись настолько, что вообще очень высокие были. Наверное, не знаю, где-то больше метра мне показалось. Вот этот же сорт в перечнике. Видите, какая разница? Ну, он такой компактный. То есть он вообще невысокий, компактный. То есть это куда высадили основную часть перцев, да, в этот перечник? Да, да. То есть это основная часть перцев. Она была высажена в перечнике, то есть в отдельных условиях. Вот. И получилось вот, когда мы в конце потом выкапывали, посмотреть разницу. Вот такая разница. То есть в перечнике высота перца, да, небольшая, и образовались плоды. А здесь такие они высокие-высокие. Голюнастые. Да. И там был буквально, вот я помню, один или два плода. Один размером нормальным, и один там совершенно маленький плодик. То есть свет необходим. Да. Второй или третий, да, очень важный фактор для повышения урожайности, перец любит свет. И там просто вот где росли томаты, настолько света не хватало, в борьбе за свет растение тянулось, и даже не завязывало плоды. Поэтому очень важно еще обращать на это. Посмотрите даже толщина стебля, да? Да. Мы рассмотрели факторы, которые увеличивают урожайность перцев. Сделали вывод, что это теплые грядки, это влажность, то есть полив, да, и это обязательно свет. То есть много света нужно для перца. Уважаемые садоводы, весь наш опыт мы выкладываем на нашем сайте учебник садовода. Там вы можете посмотреть много наших видео, почитать наши статьи. Например, есть такая замечательная статья, которую написала Татьяна о перцах. Нужно перцы заглублять или не нужно? А также есть интересная статья, как формировать перцы Лилии Журавлевой. Обязательно почитайте наши статьи. А также, дорогие друзья, мы для вас приготовили специальный выпуск нашего вестника. Выращиваем перцы. Здесь, помимо тех трех ключевых моментов для повышения урожайности, собраны остальные нюансы, очень важные, но легкие в применении, от рассады до уже конечного результата, практически перед сбором урожаев, как выращивать перцы, а также, что с ними делать потом. Благодаря методам природного земледелия я выращиваю столько перцев, что мы уже просто не знаем, куда их девать, что с ними делать. Ну, едим мы, конечно, салаты, едим свежие перцы, но хотелось бы еще их и переработать как-то. Девочки, может, вы поделитесь, как вы перерабатываете перцы, что вы с ними делаете? Так как я выращиваю очень много перцев, и мы действительно делаем заготовки на всю зиму, а вариантов заготавливать перцы великое множество, их можно и замораживать, их можно мариновать, цельными лечи делать. Очень люблю лечи. Кстати, лечи я полюбила совершенно недавно. Раньше лечи, лечи так вот. Но когда я вырастила свои перцы, и сорт очень толстостенный, мой самый любимый, типа колобок, гагашар, вот эти, да? Ну, то есть вид гагашар. Там самые, виды гагашар, самая толстая стеночка, самые сочные вот такие перцы, в лечи настолько вкусные, сладкие, а она в лечи тоже остается такой же толстой. В общем, лечи у нас вот именно из этих толстостенных сортов улетает на Урай, мы его заготавливаем действительно много. Но еще я очень люблю сушить перцы. Почему? Дело в том, что когда у меня даже не было дачи, огорода, когда я готовила, ну, естественно, обеды и ужины, я всегда покупала смеси в магазинах, смеси болгарских перцев кусочками. И я ни одно блюдо, ни суп, ни гуляш, и другие рагу какие-то мне не готовились без этих перцев. Но когда я свои собственные, выращенные, уже когда они получились, на своем участке перцы высушила в нашей сушилке, я поняла, что все то, те перцы, которые я покупала и применяла для готовки раньше, это даже сравнивать нельзя. Это просто небо и земля. Мало того, что у моих перцев вот здесь справа цвет яркий, очень красивый, он сохраняется, он не бледнеет, он не тускнеет. Вот они, как будто такое ощущение, что маслом смазано. На самом деле, это просто высушены сухие перцы. Так вот те перцы, они вообще некрасивые, так они пахнут еще, такое ощущение, что просто пылью, вот-вот пылью, не перцами, а у этих аромат, такой баночку открываешь, где они хранятся в каких-то, контейнерах открываешь, и там всегда запах такой, вот свежих натуральных перцев, колоссальная разница. У меня сейчас есть с собой магазинные перцы, смесь болгарских перцев и мои собственные перцы сушеные. Давайте сейчас посмотрим, сравним, как они... Наташа, высыпай, пожалуйста. Мне нравится, так как у меня на участке растут перцы разных сортов, это и желтый, и оранжевый, и зеленый, я добавляю красный. Смесь яркая получается, да? Да. Аромат присутствует? Лена, есть? Вот, а ты почувствуй, из баночки. Из баночки особенно, да? Из баночки, тут так пахнет. Ой, какой аромат. Так, и... Я даже сейчас, я не нюхала, чтобы сравнить, но я понимаю, что запах совершенно не тот, да? Это, знаете, аж закрешлица хочет. Есть чай, это пыль гурзинских дорог, а это чай болгарских дорог. Пыль болгарских дорог, да? Болгарский перец. О, вообще, конечно. Прям пылью, скажите, пылью пахнет. Лена, высыпи, пожалуйста. Девочки, как-то тут даже не то, что... Смотрите, какая разница. Это еще хуже, по-моему, чем у меня на фотографии. Ну, очень вкусно. Девочки, попробуйте. Даже так? Да. Их нужно взять в рот, подержать. Они напитаются слюной. И такой... Как чипсики, да? У меня дети всегда вытаскивают мои заготовки томаты. Сушеные, вяленые томаты. Я их заготавливаю так же много, но улетает. Но вот это, они не знают, что это можно есть. Кстати, у меня дочь тоже ест сушеную морковку. Я сушу томаты, морковь, свеклу, перец, и потом борщ делается, за 5 минут буквально варится. И вот морковку она вытаскивает, а перец, может быть, тоже вытаскивает. Не пробовала. Если я скажу, перец у меня начнет исчезать. Вот это не хочется пробовать. Нет, не хочется пробовать совершенно. Я сушу перец, разрезаю соломкой, и это просто карамельки, которые я периодически ею. А еще я эти сушеные перцы в кофемолке перемолю, и получается такая паприка. Вот паприка, то есть вот этот вкус настоящей паприки, я узнала только тогда, когда стала молоть свои собственные высушенные перцы, а не те, когда я покупала на специализированных рынках, где продают только приправы, всякие специи, приправы, и там берешь паприку, не паприка. Вот она, настоящая паприка. То есть мы можем сами ее готовить? Конечно. Что я еще готовлю с сушеными перцами? Очень мы любим яичницу, называется по-полгарски, с перцами, с томатами, когда у нас уже есть урожай, можно с луком пожарить. Так вот такую яичницу мы делаем круглую зиму всегда, когда нам захочется. Так как у меня есть вяленые свежие томаты или сушеные томаты, есть сушеный перец, свежий лучок обжарила, добавила, можно перец немножко в водичке чуть-чуть подержать, потом на сковородочку две минуты потушили, яичко все размешали, завтрак на ура. А я сухой перец использую в летний супчик мы его так называемый. И сын у меня повар говорит, мама, если я свое кафе открою, это будет наше фирменное блюдо, летний суп в зимнее время. И за ним такая будет очередь стоять, потому что это вкусняшка. То есть такое чувство, все, что сушеное, туда бросаешь в эту кастрюльку, и такое чувство, что среди зимы вернулось лето. А еще с помощью болгарского сушеного перца можно сделать замечательную универсальную приправу для любых блюд. Сейчас у нас прямое включение из города Орска, и Лилия Журавлева поделится с нами рецептом приготовления универсальной приправы с добавлением сушеных перцев. Здравствуйте, с вами Лилия Журавлева, город Орск. Сегодня я хочу поделиться с вами своим самым любимым рецептом осенних заготовок. И мне очень хочется, чтобы это блюдо, эта заготовка полюбилась вам, и чтобы каждый день на вашем столе стояло именно оно. Потому что сегодня я буду говорить об ароматной соли. Наверняка каждый из вас пробовал в своей жизни кавказскую соль, сванскую соль. Это все очень вкусно, это все очень интересно, я вас уверяю, то, что приготовлено из своей собственной зелени, из своих собственных овощей на сушилке зилы, будет тысячу раз вкуснее, но я уверена, что многократно полезней. И есть в этом некоторый нюанс. Когда я попробовала впервые сванскую соль, мне прям захотелось сделать самой точно такой же. Я взяла сушеную зелень, перетерла это с солью, и у меня не получилось ничего. Я была удивлена, искала способ, как сделать так, чтобы соль эта стала действительно ароматной, действительно вкусной, насыщенной вот этими всеми летними ароматами. Этот способ мы нашли. Все делается очень просто. Соль и зелень нужно соединять вместе не в сушеном состоянии, а в стадии свежего, брать свежую зелень, свежий укроп, базилик, петрушку, лук, чеснок, измельчать на блендере или на мясорубке, соединять с солью и высушивать в сушилке изидри. Она получается, соль вот такая вот, она увлажняется, напитывается всеми ароматами, и при сушке она становится вот такими каменными кусочками. Потом мы ее измельчаем на кофемолке и получается вот такая вот ароматная, сыпучая, мелкая, потрясающе вкусная соль. Но эту соль можно еще сделать, еще более вкусной и еще более полезной. Свои вяленые томаты и перцы, которые у вас тоже насушены на сушилке изидри, измельчаю кусочками, так, чтобы это были вот такая вот мелкая фракция. Можно взять сушеное свекло, сушеные морковинки мелкие, насушить, измельчить и соединить это с солью. И у вас получится заготовка для подсолки всех-всех-всех вторых и первых блюд. У нас всегда стоят вот эти две солоночки на столе, и каждый, кто садится за стол, подсыпает их в свои блюда. Это невероятно вкусно и это точно полезно. Готовьте натуральные специи из того, что вырастили сами. Тогда это будет очень полезно для вашего здоровья. Я слышала об этой приправе и об этой ароматной соли уже достаточно давно, но почему-то ни разу ее не делала. После того, как сейчас увидела эмоциональные посылы от Лилии нам, я прямо даже сейчас хочу сделать такую приправу, соль ароматную, приправу с перцами. Перцы у меня есть, травки. Где сейчас зимой взять травки? У тебя на подоконниках же вещество растет. Конечно, растет. Базилик растет у меня в горшочке, как комнатные цветы. Лук мы выращиваем на перо всегда с помощью проращивателя нашего. Укропчик можно посадить. В общем, по крайней мере, можно сейчас приготовить из того, что есть. Обязательно нужно приготовить из того, что есть. То есть зима для нас это не причина, да? Не готовить что-то. Да. Лиля, спасибо, что ты донесла до нас только сейчас, что это действительно нужно и можно делать. Это очень вкусно. Давайте, девочки, посмотрим, что у нас в мобильном приложении. У нас есть чат о здоровом питании и наши садоводы делятся там своими рецептами, своими находками. Кстати, наши садоводы, которые покупают сушилки, частенько приносят и угощают нас тем, что приготовили. И садовод, наша Барнаульская Любовь Викторовна, она угостила нас своей пастилой. И вы знаете, у меня много лет сушилка. Уже много лет. И я, естественно, постоянно готовлю там пастилу. Сушу. Но когда я попробовала пастилу Любовь Викторовна, я подумала в тот момент, что я еще никогда в жизни не ела настоящую вкусную пастилу. И я просто не могла прям вот от нее ни взгляд отвести, ни вкусом насладиться. Потому что это было настолько сочно, она плотненькая, она такая прям вот... Она и толстенькая. Толстенькая даже. Вот обращали внимание, мы часто сушим пастилу, она бывает такая тонкая, как бумага и сухая. Особенно, если какие-то продукты, фрукты, добавляются ягоды, такие жиденькие. Она тоже, конечно, вкусная и полезная. У нас все уходит на ура. Но вот эта была настолько вкусная еще и с семечками, и с орешками она делает. И я попросила ее поделиться в нашем мобильном приложении, в чате о здоровом питании, что же она делает такого, что получается такая пастилу. Любовь Викторовна с удовольствием поделилась своими рецептами. У нее много постов написано. Также другие садоводы делятся. Еще Любовь Викторовна сушит хурму. Она перепробовала разные сорта. Она рассказала, что сделать, чтобы хурма была вкусная, чтобы она не темнела, какой сорт использовать. В общем, там кладезь информации, какие-то фишечки, которые я тоже всегда беру для себя. Я очень благодарна нашим садоводам. Спасибо, что вы делитесь с нами. Заходите в чат «Здоровое питание», смотрите наши рецепты и рецепты наших садоводов и используйте их сами. Вообще пастила – это универсальное лакомство. У меня, когда приходят внуки, и первый вопрос – баба конфет настряпала? Конфет настряпала. Да, и это конфетки, это наши пастила, любые цукаты. И я уже несколько лет вообще рекомендую не дарить на Новый год впереди новогодний праздник, рекомендую не дарить конфеты какие-то детям, потому что… Из магазина. Из магазинных конфет. А вот это великолепные подарки, которые можно подарить своим близким. Сушёные яблоки, груши, великолепные перекусы и вообще такие вкусняшки, которые деткам очень понравятся. Это очень хорошая идея для подарков, действительно. А в садовых центрах сияния у нас новость. Поступили сушилки и листы для пастилы. Уважаемые садоводы, спешите, запасайтесь сушилками именно сейчас, потому что в сезон у нас обычно бывают перебои, и наши садоводы по два месяца стоят в очереди. А сейчас самое время подготовиться к новому сезону. А вопросы у нас есть сегодня в приложении у кого-нибудь? Да, у нас есть вопрос от Тамары, нашего садовода. Посадила в этом году физалис. Выросло много маленьких зелёных шариков. Кто что делает из физалиса? Поделитесь рецептами. Я сама физалис не выращиваю, но со мной поделился садовод. Она выращивает очень много овощного, фруктового физалиса. И она стала из него делать пастилу, как основа. То есть немного яблок, большая часть физалиса и добавки вишни, смородины, брусника и всё остальное. Пастила получается нежнейшая и вкуснейшая. Здорово. Очень интересная находка, кстати, потому что мы в качестве основы для пастилы чаще всего используем яблоки и в основном кабачок идёт у нас. Физалис, спасибо за эту рекомендацию, потому что я на самом деле очень люблю физалис. Я его выращиваю. Люблю я его с детства, потому что я его ела у бабушки в деревне. Но мои дети никто его не едят, потому что как-то они не понимают, не привыкли. И действительно, если я сделаю пастилу, я думаю, это будет хороший вариант ещё один. И ещё у нас есть вопрос от Светланы. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как распланировать правильно грядки, если участок с наклоном? Ну, немножечко могу я рассказать, ответить на этот вопрос, потому что у меня участок с наклоном. Мягко говоря, да? Мягко говоря, да. То есть у тебя целая гора. У меня участок, можно сказать, прямо на горе, да. То есть если нижняя часть участка нам позволяет более-менее сделать без проблем на посадке, то верхняя часть участка, она, конечно, вообще с хорошим склоном. Вот. Есть сложность в том, чтобы расположить грядки так, как хотелось бы садоводам, ну, по правилам там. Севера на юг. Ух, да, да. У меня нету такой возможности. Вот. Но на моем участке все прекрасно растет. И с этой проблемой на своем участке мы справляемся с помощью террас. То есть у нас грядочки сделаны таким образом, что у нас из досок идут вот такие подпорные стенки. Доска здесь идет достаточно толстая, пятидесятка, потому что держать нужно большой слой земли. И чем выше по участку, тем большее количество досок получается, потому что там больше наклон идет. Но зато грядки ровные. Я бы сказала, за такими грядками очень удобно ухаживать, потому что когда ты находишься ниже грядки, то есть не наклоняться не нужно ничего, поэтому я очень люблю свои вот эти террасированные грядки. За ними ухаживать легко. И, конечно же, для того, чтобы эта доска под тяжестью почвы, под вода, когда весенние воды идут, чтобы она не выгибалась, не прогибалась, там металлические трубы достаточно глубоко так забиты в почву, то есть удерживают вот эту вот всю массу. Ну, вот мы нашли для себя такой выход и, в принципе, нас он устраивает. Других вариантов здесь, наверное, нет, да? Ну, да, мы больше как бы придумать ничего не могли. Но у нас сначала таких грядок не было, сначала просто насыпные они были. Но неудобно тем, что весенние воды постоянно смывают сверху грунт, вниз прям уходят. Но у вас там внизу очень плодородный грунт. Внизу получается, да, очень плодородный, потому что у нас еще сверху есть соседи, еще их грунт к нам сносит. Вот. Первое, что нам помогло немножко в этом вопросе, это мульчирование. Оно стало задерживать почву, меньше почва стала стекать. Ну, эти рассирования, оно вообще как бы исключило такой вариант, и нам прям вообще стало хорошо. Поэтому можно использовать такой способ. Спасибо за такой ответ емкий. А теперь о красоте. Да. В наших садовых центрах сияния продолжается прием заказов на европейские розы. И сегодня Татьяна и Наталья расскажут нам о своей волшебной поездке в немецкий питомник Кордес. Да, здесь на фотографии я в питомнике Кордес около плетистой розы Амадеус, которая просто меня поразила. И, наверное, с этой поездки, с этого момента у меня началась любовь к розам. Дело в том, что какая женщина не любит розы, да? нет, наверное, таких женщин. Все любят цветы, а розы особенно. Это тот цветок, перед которым все вау-розы. Но у меня не было никогда никакой ни любви к розам. И вообще я к ним дышала очень ровно. Даже все стараются посадить на свой участок розочку такую-другую. У меня росли разные цветы, но роз не было никогда. И, а моя сестра, наоборот, она любила розы с детства. Она всегда, прям у нее прям такая любовь трепет к этим цветам. И я даже подходила и спрашивала мне, скажи, пожалуйста, как у тебя проснулась любовь к розам? Я думала, неужели что-то со мной не так, что все женщины любят, что в срезке подарочные цветы, в садах, а я вот совершенно равнодушна к ним. Она говорит, я не знаю, у меня с детства всегда такая любовь была. Ну, думаю, что тут поделаешь? Это, наверное, врожденная. И когда я поехала с нашей группой руководителей садовых центров сияния, попала в питомник гордость, и когда я увидела мощь, вот это обилие цветов, которое может быть, я поняла, что меня не вдохновляли не сами розы, как вид, а меня не вдохновляли и единичные цветы. Мне вот поляна флоксов или ромашек тех же нравилась больше, чем один цветочек. Больше восторг, чем вот эта роза вся такая правильная, вот лепесточки сложены там как надо. Но когда я увидела действительно, что поляна может быть из роз, и для этого не надо делать восьмерки в воздухе, это все легко и просто достижимо даже у нас в Сибири. Я просто влюбилась в этот момент в розы так. Я присутствовала в этом моменте в объяснении любви Амадеусу. Татьяна стояла возле этой розы, вот так держала кисть, вот так держала кисть и говорила, «Господи, какая ты красивая!» Я просто не... Неужели такие могут быть? Это живое, это никто ничего не... Настоящее, да? Значит, настоящее. И у нее текли слезы. Она подходила снова и снова к этой Амадеусу. Она ее трогала, она с ней фотографировалась и так. И вот сколько мы не гуляли по саду, я постоянно Татьяну видела возле этой розы. Но на самом деле меня поразила и так сильно, потрясла не только роза Амадеус, там было множество сортов и очень-очень сильно. Вы посмотрите, да, по глазам моим, видно, наверное. Меня тоже действительно потрясла роза настолько же сильно. это Супер Эксельза. У нее мелкий цветочек и многие садоводы ее не понимают. Ну что за цветочек 3 сантиметра? Но это кисти. Но это кисти. Это лавина. Это лавина больше, чем Амадеус. Если Амадеус это крупный красный алый цветок, то Супер Эксельза ярко-розовый цвет и кисти такие огромные, что они создают впечатление сплошной розовой водопада. Да, розового большого водопада, потому что они действительно как водопад немножечко склоняются вниз и это одна из любимых моих роз из питомника Кордес теперь наряду с Амадеус и другими сортами. И я очень рекомендую ее высаживать в своих садах. Эти розы можно заказать. А теперь приглашаю вас в наше путешествие по питомнику Кордес. Мы попали в питомник Кордес и у меня было ощущение, что мы куда-то прикоснулись к чему-то закрытому, во что-то святая святых. Когда нас пригласили в их офис, дом, самый главный, когда мы познакомились с руководителями этого питомника, это молодые братья, парни, которые уже в третьем поколении, в пятом поколении занимаются своим любимым делом семейным, которое передается от отца к сыну. Я настолько была впечатлена, с какой гордостью ребята представляли свой питомник, свои новинки, свои... То есть вот такая любовь к этим... к своим любимицам растениям, что ты проникаешься, что ты прикасаешься к чему-то супер такому интересному и супер такому важному. И мне захотелось вот все, что они создают, поселить в свой сад. То есть мы увидели столько любви к этим растениям и хочется этой любовью поделиться с садоводами. То есть вот настолько это интересные розы. Они такие... Они такие... Вот становятся родными, когда ты с ними знакомишься. И увидели новинки, увидели, как их выращивают. Мы побывали в теплицах там, мы побывали в цвета и святых, где происходит селекция роз. Селекционная работа. Делаются вот тысячи, сотни тысяч скрещиваний. Получают полмиллиона цветов, высаживают их в теплицы, высаживают, подкармливают, освещают практически круглосуточно. Получают огромное количество сеянцев. Из них выбирают несколько тысяч. И потом в течение 9 лет рождается всего три сорта розы. Это гигантская работа, которая делается ежегодно. Вот такой отбор. Почему эти розы называют королевскими? Да потому что там ну просто вот такой отбор этих роз, что это такое качество. И как такая работа, на создание которой потрачены годы и годы, 9 лет, может быть, даже где-то и больше, может стоить 300 рублей или 500 рублей. Это просто нереально. И подбой там подбирается для каждой розы, выносливость. И вот у кортеса есть такая особенность, у них по 100-бальной системе у них 30 баллов занимает здоровье. Вот то есть одна треть это то есть определяют насколько здорово роза. То есть 30 баллов для здоровья это очень много. И еще раз вот она Амадеус любимый. У них Амадеус высажена в разных вариантах, показаны где-то у беседки, где-то у какой-то стелы наверное, где-то у арочки перголы, чтобы можно было посмотреть как их можно высаживать. Воздушная Хэлла такая вся плетистая девушка. Мне кстати еще очень сильно понравилась роза плетистая розанна. Вот она моя любимая супер Эксельза, которая любимица теперь. Ну точно водопад. Водопад у нее такие плети да, у нее мелкие листочки, мелкие цветочки, но это такие шапки, это лавина, это водопад. Каждое соцветие как гроздь винограда. Огромные грозди, там грозди такие достигают, что реально больше головы могут быть. Роза розанна, она розового тоже цвета, но у нее цветок чайно-гибридной розы, очень похож 10 сантиметров в диаметре. И это плетистая роза, крупная. А это помпанела, Таня. Посмотрите, какая она. В общем, здесь великое множество роз, которых они узнаваемы, потому что с розами кордос я познакомилась в 2004 году. Уже достаточно много лет, 16 лет. Дружу каждый год. Да, это вот когда нас пригласили в теплице, где селекцией занимаются. Показали, как они проводят свои работы. То есть очень все серьезно. Все материнские, отцовские линии подписаны, расписаны. То есть это очень серьезная научная работа. Труд колоссальный. Когда мы спросили, вот ребят, которые руководят питомником, как значит, что меня вообще поразило, как ухаживать за розами, как чтобы сделать так, чтобы розы стартовали в горшках. Знаете, они не пригласили акрономов, они не пригласили там супер специалистов. Они сказали, мы в наших теплицах практически родились, мы там с трех лет. Они знают все операции, что с розами происходит, как они, что они делают, как они растут. То есть на все вопросы они отвечали сами. Для меня это было очень удивительно. А чего стоит знак качества АДР? У них очень многие сорта роз награждены этим знаком. И это просто очень гордо иметь. Если приобретаешь розу АДР, ты знаешь, что это одна из самых здоровых в мире. Как это определяется? Они высаживают эти розы в разных регионах Германии, неподходящих, казалось бы, где нет дождей, в горах, где постоянно сушь, где камни и глина. Они высаживают и наблюдают за такими розами несколько лет. Разные розы подсаживают к ним больные, может быть, розы. никак за ними не ухаживают, не поливают, не лечат. Они просто наблюдают. Есть специальная комиссия, которая потом делает выводы, смотрит в течение нескольких лет, пяти лет, сколько лет, да я сейчас не помню, сколько лет, но в течение нескольких лет они смотрят, как ведут себя многие сорта роз и те розы, которые в этих невероятных условиях, жесточайших для них условиях выживают, остаются здоровыми, с блестящими листьями, несмотря они на что продолжают цвести, эта роза награждается знаком АДР. Но если вдруг что-то случилось и что-то пошло не так, и вдруг роза начинает вести себя немного не так, то есть у нас же мир меняется, то есть появляются какие-то новые болячки, появляются вредители, почва меняется, то есть в худшую сторону, и роза начинает вести себя не так, как она вела себя раньше. Знак АДР у нее забирают. постоянный контроль, она должна быть на высоте. Я рада, что побывала в питомнике Кордес. Я очень люблю эти розы за то, что они неприхотливые, у них хорошо нарастают кусты, это розы для начинающих, у них шикарная блестящая листва и великолепное цветение, это вообще, это вот с чего начать нужно с них. Высаживайте европейские розы в ваших садах и наслаждайтесь их красотой. Если вы тоже за урожай без химии и красоту на вашем участке, мы рады видеть вас в наших садовых центрах сияния. У нас вы можете получить индивидуальную консультацию, записаться на школу садоводов, приобрести растения и другую необходимую для вашего сада продукцию. Мы сегодня с вами обсудили, как увеличить урожайность перцев, научились делать вкусную приправу для любых блюд и посетили немецкий питомник Кордос. В следующей передаче мы поговорим в какую почву сажать голубику, мы проведем садовое испытание биогумуса и побываем в роскошном чешском хвойном саду. Сегодня с вами были Наталья Иванцова, Татьяна Григорьевичева и я Елена Лекомцева. До новых встреч! Продолжение следует...